Доброе утро, друзья! Сегодня так же прекрасная погода, как и вчера. В какой-то момент времени я перестану ее показывать, потому что она будет статичная. Но у нас легкий завтрак. Келлокс-клопи, который мы купили недавно. Куфно, сладенько. Давай, мне нужно это. Мое внимание. Да. Смотри, сейчас улетит твой. Ну и новости нашего двора. У меня начали чернеть руки. Ну хотя бы теперь не красно. Я всегда покажу твой загар таксиста. Ну стой, надо против света. Ну вот. Вот, вот рука я снимаю уже. А, вот, да. Классно? А сосок? Вы, кстати, спрашивали, почему Катюня не носит шлепанцы? Но я вам так скажу, я тоже очень люблю на баке ездить в кроссовках. Чувствую себя защищеннее, комфортнее. Я даже когда здесь в прошлый раз жил, ну достаточно продолжительное время, в основном ты ездил либо в кроссах, либо в кроссовках. Так пойдешь? И платье прямо оставляю. Я хотела пойти в платье, но мне будет неудобно кататься на байке. Поэтому я на велосипедках только поеду. У меня так болит, это рано. Ничего, скоро пройдет. Я не знаю, почему она так болит сейчас начало. Накупили тут всяких средств, пластыри классные, пудру, которую вы советовали. А где она, как она выглядит, хотел показать. Ну тут перекись, крем вот такой, канистен. Или она закончилась и все? Нет, она не закончилась. Мне вообще так кажется, я случайно ее в мусорку положила. Да, вот она, она не закончилась. Вот так вот выглядит. О, видно. Ну и сейчас мы поедем кататься в сторону Камалы, Запатонг. Туда будем показывать красивые виды. А вечерком, может быть, в ТЦ сгоняем. Я тут еще позвонил контору, которая занимается всякими услугами. Там права, бордерраны. Мы как сделаем? Когда закончится наш первый штамп, мы куда-нибудь слетаем на пару-тройку дней. А потом уже сделаем бордерран вместе с туристической компанией. Вроде как проблем не будет. Ну по телефону они, по крайней мере, так сказали. Поэтому три раза по 45 дней мы вполне себе с тобой. Класс. Все шикарно. Это сколько у нас получается? А если с вами уже не с вами будет? Ну, тут до мая вполне себе можно потусить. А как раз потом на Бали начнется. Да? Угу. Ну, хасизм. Классно. Друзья, мы здесь находимся уже недели. Только сейчас я вспомнил, что надо бы приклеить площадочки для GoPro. Поставил себе первую на шлем. Вот сюда, прям на топ. И котюхи заодно. И теперь думаю, куда бы на байк закрепить. Потому что хочется какой-то эпичный вид. Но я вот так вот примерился. Здесь не очень получается заграждение. Вот здесь тоже, ну, такое себе. Думаю, может сюда на топ сделать. Ну, хотя с другой стороны примерно то же самое вы будете видеть со шлема. Только здесь чуть пониже. Хотя, может быть, правда вот сюда приклеить. Будет такой низкий прикольный вид. Хотя хотелось бы, чтобы байк влезал. Ну, ладно, я еще подумаю. У меня, в принципе, еще сколько площадочек есть. Три штуки. Две прямых. Одна кривая, которая в комплекте шла. Сама GoPro. Ну, ладно. Не буду торопиться. Самое главное, на шлем поставил. То есть вы будете прям с моей головы видеть какие-то эпичные кадры. И напишите потом в комментарии, вообще нравится вам это или нет. Потому что, возможно, я вас уже задолбал вот этими проездами, да, на байке. Но мне очень нравится их пересматривать. Я туда вставляю музычку. И кому интересно, могут даже на замедленную поставить и посмотреть, как выглядит пляж. Кита все время ругаю, потому что она очень мало пьет воды. А мы раньше с Катюхой катались только на моем байке. А теперь вдвоем. Все. Она уже достаточно уверенно катается. Сейчас заправимся. Я уже готов на 120 бат. Жду Катюху, которая проворонила все. Китаяц ее обогнал. Вы меня, конечно, застрете за мой образ жизни и питания. Но я снова хочу в Макдональдс. Соскучился по Бигмагу. Мы снова на Патонге. Сейчас тут куча людей. Ну, правда, все на пляже. Вечером снова пойдут на Банглуроу. Поставили уже байки. Нам тут идти буквально пару минуток. Давай вот здесь проскочим и направо. Вот вам и движуха, если вдруг соскучились. Я тут вечером снимал, а сейчас днем. Давай руку. Мне надо тебя перевести. Давай. Бигмаг будешь? Или хочешь этот чекен, который... Мак чекен? Ага. Вот и наши красавцы. Знаешь, Чекать, я обратил внимание. Посмотри на табличку сзади. Сколько платят сайцев в Макдональдсе. Тренинг-менеджер максимум 40 рубля. Бористо 32 тысячи рублей. Участник команды 30-ка. Слушай, ну в Москве там пятерочка или вагнитка. Я уже не помню, где именно объявление висели то, что там 30-ка. Красиво. Тоже знаешь, а это Москва. Ну да, я согласен. Господи, это я такую маленькую себе взял. Я ни разу не пробовала мороженое орео в Макдуре. И бигмаг по себе. Мне почему-то показалось, что это вкусновато. Это? Просто орео. Если бы там еще какая-нибудь кубничка была, что-то еще намешанное. Ну да. Я хочу такое. Ну приятного аппетита тебе. Приятного аппетита. Пожалуй, один из самых живописных Макдональдсов вообще, которые есть. Если бы еще машинки убрать немного, было бы видно прям море. Вот такая забавная форма. У нас так не делаешь. А тут прям все заметила. С ушками там всякими, оленями, тюленями, шариками. Все садковые, они все наряжаются. Везде стоят елки, там украшаются всякие заведения. Это все под европейцев. Давай уже лопать. Ну и просто интересный факт. Макдональдси тут всегда почему-то дают две салфетки. То есть по одному человеку. И за весь вот этот набор мы заплатили 850 рублей. Хотя всего лишь два Биг Мага, супер маленькая кола и морожка. 140 бат отдельно стоит. Не дешево. По-моему, это... А? По-моему, даже 160, но это прям дорого. Очень дорого. Мы обычно в Москве на 850 у нас там достаточно много. Такие два набора с этого. Там картошка у каждого и кола большая. Правда, не Кока-кола, а добрый кола. На ручке хочет. И это тоже хочет. После Макдашки решил немножко покурить. Ну и заодно покажу пляж потом. Потому что сюда-то я купаться точно не поеду. Далековато. У нас все гораздо ближе есть. Ну, просто чекните обстановку. Народу полно. Здесь как-то в середине не особо. Все кучкуются вот там с левой стороны, но и с правой. Здесь все вот это лежаки и прочие вещи. Все, сейчас покурим и поедем дальше. Вон туда, в сторону той линии. Там прикольно. Запрыгнула. И мы резко перемещаемся в еще одну красивую локацию. Вот там у нас потомка остался. Едем дальше на байке. Вот так вот в сторону Камалы. И здесь вот такой замечательный вид. Тоже камушки, вода бьется. Я видел в лоу-сизон. Тут волны долетают вот так вот даже до дороги. Выглядит очень эпично. Красивые лодочки на фоне. Ну, просто красотень. Давайте сейчас еще волны дождемся. Вот такое спокойствие и умиротворение. Ну, давайте. Было же посильнее. Ну, и вот ровно в тот момент, когда я начал записывать, ничего не происходит. Вот так вот ездишь, и у тебя море, море, море до горизонта. Катюня тоже что-то сидит, записывает. И вот пру. То, что я в кроссовочках. Мне так удобно. Надеюсь, вам понравилось это место. Ну, кто был на Пхукете, жил на Патонге, скорее всего сюда доезжал. Ничего удивительного может, но мне очень нравится и красиво. А, вон там волна набивается. И здесь, наверное, сейчас чуть-чуть стукнет. Дождались. Не такая сильная, конечно. Каждый раз, когда мы выезжаем на покатушке, очень сильно завидую Катюхе. Вот этот карман для GoPro super удобен. Мне приходится вот так вот с рюкзаком ездить и убирать ее назад. У меня вообще нет места в байке. То есть вот этот кармашек, он, ну, практически... О, у меня там бычки от Айкоса. Видите, он прямой. Все, я не могу туда положить. Она на любом повороте или резком газе вылетит. Думал, еще за этот крючок ее пришпандорит каким-то образом. Но в сухом остатке вот так вот все бьется. Царапаются стеклышки. И это, конечно, тоже не годится вариант. Может быть, в следующем месяце действительно возьму себе точно такую же модель. Да, она чуть помедленнее, похуже. Но эргономика, конечно, решает. Мне бы было очень удобно резко вот так вот достать и что-то в дороге вам записывать. Но не всегда получается. Субтитры создавал DimaTorzok. Пока! 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 Получилось красивый файл с байка записать, в итоге прикрепил площадку вот сюда, за практически 20 минут камера не перегрелась, потому что кто-то спрашивал, как она себя чувствует в такую жару, да вообще отлично. Я слышал, что у десятки были проблемы, но вот у одиннадцатой как бы все окей. Готовят вам супер-контент. Друзья, мы приехали на пляж на Янг. Длиннющая береговая линия до горизонта практически туда и туда. Ну вот, прекрасно видите. Но самое главное, чуть дальше там садятся над головой самолеты. Мы вот пропустили только что здоровенный аэрофлотовский. Ну ничего, сейчас дождемся еще. Даже не представляется, какой же это кайф в конце декабря вот так и тупит по пляжу, теплая вода. Я прям подчеркиваю, потому что я ненавижу холодную воду, мне даже в Сочи очень-очень холодно. Я не могу там купаться больше пяти минут. Я вижу, что садится самолет. Это классно, не маленький. Как классно. Катя там все что-то фоткается, очень далеко от меня находится. Ну кажется, что самолеты близко, да, приземляются с той точки, где я снимаю. Ну туда, блин, идти? Ну минут 15. И еще один самолет. Тайских авиалий не приземляется. Небольшой, но все равно классно. Самый, конечно, жир, если какой-нибудь 380 или 3 семерки садится. И еще вспомнил особенность этого пляжа. Здесь в какие-то периоды очень много планктона. Если рукой вот так по воде поболтать, он с зелененьким свечением отдает. А когда ты ныряешь в эту воду, тебя как будто вот немножечко так покусывают. Осталось буквально 5 минут, и я на месте. Так, и там самолет летит. Гопрошки, правда, не особо видно. Ну, сейчас на взлет идет эрейжер. Я вам так хочу сказать, что когда я здесь был 4 или 5 лет назад, вот это рыва не было. Забор был без колючки, то есть на нем можно было буквально сидеть. И когда взлетал самолет, нас практически сносило с этого забора. Вот это было прям забавно. Ну и сейчас все. Впервые включил режим гипервью. Очень хочу заснять себя с самолетом. Я знаю, что у меня полностью раздраконивает геометрию, но зато все влезет. Кайф, мне очень нравится. Я не знаю, сохранилось у меня файл или нет, камера выключилась. Сейчас так самолет взлетел. Аж страшно, да, было? Все, я тоже весь в песке. Вот, смотрите, это от турбин намело. Дайте покажу, что это твое, повернись. Смотрите. Так выглядят волосы, когда самолет взлетает. Я-то еще и от эпицентра ушли. Иди сюда к нам, давай по береговой пройдемся обратно. Катя ж не любит сухость кожи. Ну, в целом, я считаю, хорошее вложение средств. Потратили всего 200 бат, насмотрелись на самолеты, погуляли. Водичка теплая, кайф. Сейчас поедем в ТЦ. Я сделаю еще одну попытку купить себе часы. Тем более, не нужно никуда торопиться. О, смотри. А, нет, вот я про такие говорю, я их боюсь. Не бойся, не бойся. Тебе шлепки нужны. А ты спросил еще, не врешь, не вру. Вот они, белые пауки. Да, я понял. Че тебе шлепки надо? Что-то там для волос? А у меня уже целый список, Андрюша. Ну, у меня денег хватит на список твой. Я попал? Да. Вообще не попал. На мой список точно вкладят. У меня только самое необходимое. Ну-ка. Слушай, блин, я боюсь наступить, ничего, тёстро. Ручка мне нужна, чтобы заполнять ежедневно. А филер? Ну, это можешь с тобой не купить. Дальше. Если мы найдем все-таки Хлоранс Литбалм, понятно, что нам не в этом ТЦ, но я посмотрела, что магазины Хлоранса есть еще в детстве. Так. Дальше. Но это не сегодня. Бальзам для волос. Мне не нужен, не знаю, там, керостас или чем-то, еще просто какой-нибудь обычный недорогой бальзам, потому что волосы пипец в состоянии так себе. Потом мне нужны обычные короткие белые носки, потому что я взяла больше носков. Я взяла высоких, типа Adidas, там, Nike, еще что-то. Ой, как больно. И я думала, Панаму взять, ты говоришь, носить твою. Твоя просто темная, нагревается быстрее. Хотела себе светлую. Ну, посмотрим. Не знаю, она клевая по дизайну, мне нравится. Если найду какую-нибудь, то возьму светлую Панаму. Если нет, то нет. А сильно же списочек? Нет. Выделяю тысячи бат на все. Офигеть. Тебе хватит? Это 1800 рублей. Это мне надо... В Таиланде некоторые живут неделю, тайцы. А может и дешевле. Если не покупать бальзам для губ, Clorance, то, может быть, я исправлюсь. Сам бальзам для губ, Clorance в России стоил 1200-1300. Я брала в Сочи. Так, держи свои. А дашь мне водичку, я полью ноги? Я уж не знаю, может, у меня внешность какая-то особенная. Навсегда тайцы почему-то помогают запарковаться. Даже девчонки ездят, и мне... Не, он прямо увидел меня, такой, давай-давай, там место есть. Пошел, раздвинул, такой, все, вставая. Я такой, thank you, sir. Ну, и мы приехали в центр Букет. Сейчас все-таки, я надеюсь, мы дойдем чуть глубже во второй части ТЦ. Найдем мне часики. Я хочу купить тебе шлепки. Может быть, кроксы? Знаешь, как в них удобно водить? Они, может, и выглядят уродские, конечно. Что у тебя там, проблема какая-то техническая? Примечание, во время чего? В прошлый раз, когда я снимала видос, GoPro отключилась. Пам не сохранился? Не знаю, сейчас посмотрим. А в любом случае, я тебе снял, если что. Наконец-то я нашел прилавочек, где продается обычная кассия. Я выбрал себе вот такие. Достаточно прикольный дизайн. Они стоят недорого. 1445 бат. Сейчас скидка 15% с 1 декабря по 31 декабря. Вот. Ну и подсветка есть. Самое главное, чтобы я мог нажимать. И потом, ну, если там в темноте, хотя бы понять, сколько времени. Я попрошу сразу, чтобы он катнул все вот эти ярлычки. Я их наделал. Кайф? Да. А время сейчас соответствует действительности? Да? Да. Ну, почти. По ценам пробежимся. Смотрите, стабилизатор S3 Pro почти 30 тысяч бат. Дешевле, чем у нас. Osmo Mobile 5500. Кайф. А самое главное, это, конечно, дроны. Здесь они гораздо дешевле. Третий Mavic стоит 74 тысячи бат. Avato стоит 47. И Mini 3 Pro 26 пассажей. Зашли в спортивный магазин, спортмастер учись. Все красиво. Клевая подсветка. Консультанты, которые всегда находятся на месте, ей можно до них докричаться. Они не будут сваливать от тебя, кабатыри, я не знаю, горишь. Очень приятный магазин. Сейчас выбираем в Катюхе какие-нибудь шлепанцы. Потому что у нее кроме кроссовок ничего нет. И носочки нам надо купить. А, ну вот, смотри, филашные. Я люблю барашки. А? Как же я люблю барашка? Телашка. Ну ты прям такая блондинка будешь гламурная, с такой розовой сумочкой. А с ними, да, с ними. Ну, пожалуй, тоже. Вон, смотри, много Nike, адиков. Не, ну эти дубовые, дубовые. Конечно, люди сейчас будут писать, что ж ты нам про цену-то не рассказал. Ну давайте, ладно, адики тут какие-нибудь рандомные. Тысяча бат. Две тысячи рублей. Вот такие. Давайте Nike какие-нибудь. О, мягкие, слышишь? У них эта, пятка такая прям интересная. Так, сколько это стоит? Удовольствие. Тысяча триста бат. Две шестьсот. Пойдем дальше. Не, ну эти все, они не очень. Дизайн не особо. Это если ты плавать не умеешь, котюнь. Пойдемте тряпочные. Да, да, я еще бы прошелся. Тут и кипчули есть. О, ребят, вот это интересно. Белансер. Три с половиной тысячи бат. Семь тысяч рублей. Вот эти. Ну давайте какие-нибудь еще возьмем. Так, одной рукой немножко неудобно. Сколько же вы стоите-то? Ёлки-палки. Чуть не потерял. В общем, тут нет ценников почему-то. Может быть здесь найду? Нет, не найду. Ну ладно, вот эти давайте посмотрим. Пять семьсот девяносто. Это у нас около двенадцати тысяч рублей. Вкусненько по ценам. У нас они сколько уже там? По пятнадцать, шестнадцать, семнадцать тысяч. Забежал вообще в магазин электроники. Посмотрите, сколько стоит на нули. Так, гексагоны. Пятнадцать панелек. Сколько же это добро-то все стоит? Так, вот эта маленькая. Две сто девяносто. Шесть пятьсот девяносто. Блин, а у этой что-то ничего нет. На коробке. Есть вот такая девять. Семь пятьсот девяносто бат. Ну это, вероятно, в районе десятки. Ну и все равно сильно дешевле, конечно, чем у нас. Я хочу купить себе такое домой. Выглядит очень прикольно. Двести семьдесят грамм всего. А визуально будто бы больше. А это не с фисташками? Не хочется попробовать? Можно. И я вам по поводу хлеба говорю. Вот открылся магазинчик, я его не видел. Брэд Толк. Тут много всего на самом деле. Если соскучимся, придем сюда и будем закупаться. Багеты, булки. Ну вот это нам не сильно интересно. Ну что, есть из чего-то выбирать. Тут приготовили сосиски в тесте. Так, все, мы пойдем, наверное, в Зен. Извините. Вы не знаете, почему мы шли в спортивном аналитии, но мы же на сгидом не посмотрели. Я хз. Не забыл. А, ну так часто. А ты помнишь, как прикольно мы за водой зашли? Все равно купили все. И даже больше, кроме воды. Делал нурные маки. Купить и то же самое. На ресепшене отеля сказали, что владельцы Вольво очень богатые люди. Потом я им показал свои XC60. Он такой, оооо. А мы взяли вот в этом бренде. Аунти, анос, кренделя. Сейчас все это дело в точек. Здесь я взял фирменный напиток. Самый классический. Это лимонад. Заценим. А вообще сели, смотрите как. На самом ступеньке. Как тайцы. Ну че, как тебе? Для понимания, это сладко-соленый хлеб. Мне нравится. Именно с лимонадом вкусно. Для тебя специфически, да? Мне понравилось вкусно. Очень вкусно. Это не просто хлеб, на самом деле. Я сначала думала, что она видит на овощную булочку. Но нет, вкусно классно. Стои реально все. Ассимилировались. С нами вон дружбаны сидят. Я в Москве так не сел. А я лишь кофигу.